В Ашхабаде стартовал шестой саммит глав государств прикаспийских стран. Президент Ильхам Алиев принимает участие в работе саммита. Вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении. Предупреждение Армении от Минобороны Азербайджана. Российский телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном за предоставление эфира карабахскому сепаратисту Бубаяну. Будут ли приняты извинения Соловьева в нашем сегодняшнем выпуске. А теперь подробнее. В Ашхабаде стартовал шестой саммит прикаспийских государств. В работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Туркменистана Сердар Берда Мухаммедов встретил президента Ильхам Алиева и других глав государств. Отметим, что в саммите участвуют также президенты России, Туркменистана, Казахстана и Ирана. На полях саммита ожидается встреча между президентом Азербайджана Ильхам Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Лидерам пяти стран предстоит рассмотреть сегодня широкий круг, тем включая обеспечение мира, стабильность и безопасность в Каспийском регионе, торгово-экономическое сотрудничество, транспортное взаимодействие, экологию, туризм и гуманитарные вопросы. Отметим, что глава азербайджанского государства сегодня утром прибыл в Туркменистан с визитом. В Ашхабадском международном аэропорту в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиева встретил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица. В столице Туркменистана президент Ильхам Алиев провел ряд двухсторонних встреч. Так, сначала президент Ильхам Алиев встретился с председателем Халх Маслахаты, Милли Генгеша Туркменистана, Гурбангулы Берды Мухамедовым. Затем состоялась встреча главы азербайджанского государства Ильхам Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Берды Мухамедовым. В Ашхабаде также президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской республики Иран Сеедом Ибрахимом Раисии. Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения связей в военной сфере. Главы оборонных ведомств Азербайджана и Пакистана Закир Гасанов и Захир Ахмед Бабар Ситху подчеркнули наличие большого потенциала двустороннего военного сотрудничества. Министры сказали, что два народа связывают узы дружбы и взаимного доверия. Особо отметили, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном, достигшие уровня стратегического партнерства, развиваются по восходящей линии. Между тем, подразделения вооруженных сил Армении продолжают обострять ситуацию на армяно-азербайджанской границе, обстреливая позиции азербайджанской армии. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, минувшей ночью с позиций, расположенных в направлении поселков Заркант и Азизли Басаркичарского района государственной границы, армянские подразделения подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении поселка Юхары Айрымки Альбаджарского района. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры. Минобороны Азербайджана заявляют, что вся ответственность за обострение ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении. МИД Азербайджана прокомментировал заявление заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении, распространенное в армянских СМИ касательно отправки незаконных военных формирований на территорию Азербайджана. Глава управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдулаева прокомментировала слова Саака Саакяна, сказанные родителям граждан, призванных на военную службу о том, что в Карабахском регионе Азербайджана армянские срочники будут заменены на военнослужащих сверхсрочной военной службы. Это грубое нарушение Армении трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Напомним, что пункт 4 данного заявления предусматривает вывод вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий и параллельно размещение на этих территориях российского миротворческого контингента. Лейла Абдулаева отметила, что в то время, когда Азербайджанам предпринимаются шаги по нормализации отношений и миростроительству на постконфликтном этапе, такой подход армянской стороны наглядно демонстрирует ее заинтересованность не в налаживании в регионе мира, а в создании напряженности. Это заявление армянских официальных лиц говорит о том, что слова армянской стороны о мире – ничто иное, как лицемерие, заявила официальный представитель МИД Азербайджана. Российский телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном за представление эфира карабахскому сепарадисту Давиду Бабаяну, которого он представил как министра иностранных дел Нагорного Карабаха. Журналист принес свои извинения, признался в том, что допустил большую политическую ошибку и выразил готовность представить эфир азербайджанской стороне. Будут ли приняты изменения Соловьева, мы узнаем из следующего сюжета. Российский журналист Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном за интервью с представителем карабахских сепаратистов Давидом Бабаяном. Это моя ошибка. Приношу извинения и готов предоставить эфир азербайджанской стороне, заявил Соловьев. Извинения можно было бы принять, если бы они содержали конструктивный месседж. Но азербайджанская, как выразился Владимир Рудольфович, сторона не ведет переговоров с террористами. Да и сторон в этой ситуации нет. Есть территория Азербайджанской республики, не оспариваемая даже руководством соседней Армении. И есть кучка преступников-сепаратистов, верящих в существование некоего территориального новообразования. Потому извиняться Соловьеву следовало бы вообще заявную провокацию в угоду армянскому лобби. Само интервью, тон которого оспаривал территориальную целостность Азербайджанской республики, что противоречит не только московской декларации, подписанной президентами двух стран в феврале 2022 года, содержащей несколько пунктов, обязывающих уважать суверенитет и территориальную целостность обеих стран и предусматривающих борьбу с сепаратистами и террористами на своих территориях, но и свежему документу по информационной политике, подписанному уже главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России в Баку. Напомним, что скандально известный российский телеведущий Владимир Соловьев пошел по стопам коллег и устроил очередную провокацию против Азербайджана. Соловьев пригласил на свою передачу сепаратиста из Карабаха Давида Бабаяна, называющего себя министром иностранных дел, не существующей НКР. Таким образом, Соловьев повторил маневр РИА-новостей, заблокированных с недавних пор на территории Азербайджана, за свои регулярные выпады против территориальной целостности страны и, в частности, за интервью с другим самопровозглашенным псевдоминистром. В связи с распространением в армянских СМИ сообщений о якобы рабочем визите с 21 по 27 июня этого года в Россию Давида Бабаяна, позиционирующего себя в качестве так называемого министра иностранных дел несуществующей Республики Арцах и проведение им встреч, посол Азербайджана в Российской Федерации Пол Абельблёглу обратился с запросом в соответствующие компетентные органы Российской Федерации. В ответ российская сторона официально сообщила, что упомянутое лицо находится в обозначенной период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщение о якобы рабочем визите не соответствует действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался. Отмечается, что лица армянского происхождения, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Армянской Республики. Распространение сообщений о подобных якобы визитах носят провокационный характер, имеет цель ввести в заблуждение общественное мнение и бросает тень на Азербайджан и российское сотрудничество. Организована очередная поездка зарубежных гостей на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. В рамках 11 конференции министров туризма стран Организации исламского сотрудничества начался визит генерального секретаря этой организации Хусейна Марахима Таха и представителей государств, членов структуры в Карабахский регион. Делегации стран ОИС в составе министров и замминистров туризма, президента Арабской туристической организации и послов посетили отвечающий современным стандартам Физулинский международный аэропорт. Они осмотрят памятники культуры, мечети и другие объекты культурного наследия, разрушенные в результате армянской оккупации. Гости также посетят культурную столицу Азербайджана Шушу, увидя древние сооружения и памятники исламского наследия, ознакомятся с туристическим потенциалом города. В рамках года города Шуша в Берлине состоялись концерт Мухама и выставка художественных работ. В ходе мероприятия рассказывалось о городе Шуша, было отмечено, что Шуша является центром азербайджанской культуры и музыки, родиной многих всемирно известных деятелей. Участники мероприятия были проинформированы о широкомасштабных восстановительных работах, проводимых в Шуше. На концерте в сопровождении Тара, Кеманчи и Нагары были исполнены образцы Мухама, затем прозвучали фортепианные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Также была представлена художественная выставка «Мое сердце в Карабахе», состоящая из работ детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет. Затем вниманию гостей были представлены видеоролики, посвященные культуре, национальной кухне и туристическому потенциалу Азербайджана. К другим темам. Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум о процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Подписи под документом в Мадриде поставили министры иностранных дел трех стран. Финляндия и Швеция открыты и однозначно осуждают атаки всех террористических организаций на Турцию, обязуются пресекать деятельность рабочей партии Курдистана и всех других террористических организаций и связанных с ними лиц, говорится в документе. Также отмечается, что Финляндия и Швеция берут на себя обязательство внести поправки в национальное законодательство по борьбе с терроризмом. Швеция подтверждает, что обновленный и более эффективный закон о террористических преступлениях вступит в силу с 1 июля. Две страны ускоренно рассмотрят запросы на депортацию или экстрадицию лиц, подозреваемых в терроризме с учетом предоставленных Турцией информацией, доказательств и разведанных. Кроме того, Швеция и Финляндия расширят сотрудничество, снимут эмбарго и ограничения в области обороны промышленности против Турции. И в завершении выпуска. В турецкой провинции Бартын проливные дожди вызвали наводнение. Поселок Козжагыз в результате разлива одноименной реки затопило. Часть автомобильной дороги разрушена. Недалеко от дороги разрушились также четырехэтажные здания и одноэтажный дом. Также повреждены фундаменты ближайших зданий. Из-за стихийного бедствия около 300 семей были эвакуированы. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку-Ньюс по будням в 19.00, а также на наших каналах Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин